Здравствуйте! Каким же у нас великолепным был сегодня восход. Пунцовое небо. Такое чаще на закате увидишь. А сейчас всё опять заволакивает облачками, как было предсказано. И по расписанию появилась кнопка. Так. Ну что, чертёнок маленький. Ох, хорошо умчались. Каря, надеюсь, ты мне не помешаешь. А я пристроилась у себя в мастерской с топором. Надеюсь, освободить от коры очередной осиновый сувель. Мне любопытно, насколько контрастно он будет смотреться по сравнению с предыдущим, который сегодня уже вовсю предстоит шлифовать. Но освободить подобные от коры задача не особенно простая. Толстенная. Полагаю, что сам сувель будет куда меньше, чем смотрится в настоящий момент. Да-да, кнопка, да. Тебя мне только тут и не хватало. Так, иди гуляй, играй, а я займусь делами. Нет, ну интересно же, что там внутри. А Нароста, вправду, преподнёс сюрпризы. В отличие от предыдущего, он оказался совершенно асимметричным. Вот с этой стороны вроде как на лягушку похоже. Впрочем, коры ещё полным-полно. Глазки, мордашка. Ну, тоже как-то сик-снакс. И что меня приятно удивило, ух, тяжеленный, так это сама древесина, продырявленная, красиво изокнута. Понятия не имею, что я из всего этого сделаю, но что-нибудь да получится. А пока в плане согревания, поскольку ноги застыли, и, чтобы, так сказать, глаз не замыливался, имеет смысл прогуляться в совейный долг, поскольку с Никой мы сегодня видели столько мельком, когда она гуляла с кубиком. Ну что, пойдём гулять? Кнопка убежала? Вот, славненько. Мастяшку и запирать я, естественно, не собираюсь, поскольку возвращение непременно продолжу. Вышло за калитку, где-то дятел набросал громадное количество шишек, разбивая их в расщелинах моих старых лип. А наша река, в смысле дорога, становится всё длиннее и длиннее. Снег сегодня ещё не начал подтаивать. Из-за того, что солнце мало достаточно и морозное, а у меня на стоянке теперь аж на два трактора. Причём какие разные. И, судя по всему, у одного из них произошла поломка. Второй явно вчера оказывал дополонущей помощь кому-то из своих собратьев на дороге на краю деревни. Долго мерцали огоньки. И лишь около 12-ти мои постояльцы вернулись на то место, которое облюбовали. Ну что, Веська? Каря пошла трактора исследовать. Пускальзили. Пока общались с Никой. Там в основном хвасталась своим наблюдением за псевдосеверным сиянием. Да, красивое зрелище. Меня иногда можно увидеть, как во время облачности такие всполохи от огней трассы, которые отражаются облаками. Но они багровые, а не изумрудно-зелёного цвета. Погода улучшается. Я ещё некоторое время помахала топориком, пытаясь придать этой самой деревяшке кое-какую форму. Отклупала составляющую. Ну, тоже достаточно занятную. Только ещё долго просыхать. Ну, а сейчас пора в избушку. Ещё не заходила. Посмотрю, как там банифаций с пушкой. Ну, естественно, придётся усаживаться у печки и продолжать свою работу. Вот только птицам корм подбросить. Вот закон подлости. К тому моменту, когда мне уже следует заниматься своими делами в комнате, начинается хорошая погода. Ну, а ничего. Выбраться. Полюбоваться на всё окружающее никогда не поздно. Ну, просто в такое время производительность труда падает. Потому что пауза отдыха становится всё чаще и продолжительнее. Ну, потому что весной пахнет. Ещё бы. Вот. Большим усилием воли заставила себя уйти с улицы, взяться за шлифовку. Пыль стал бом. Внезапно за спиной раздался шорох. О, блин. Не спас Высоцкий. Не смог. Пуша! Кис-кис-кис. Не ходи туда. Не надо. Ох, ё-моё. Так, так, так. Нет, меня спасёт только шуршащий пакетик с кормом. Ой, Пуша! Кис-кис-кис-кис-кис. Нет, беги в другом направлении. Как пришла, так и уходи. Ну-ну-ну. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. А спрыгнуть сможешь? Ох, хорошо, что я оттуда всё убрала. Кис-кис-кис-кис-кис. Не-не-не, туда тоже не ходи. Сюда ходи. Ой, Пуша, тут мягко прыгать. Только не роняй Христа ради ничего. Пуша прыгсток. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чё делать-то? Действительно, убирать всё придётся. Не-не, ну как смогла. я специально но скорее всего ну конечно на дождь-то наступила ах, если загораживать, то все чем? как чем? очередной доской с саморезами достаточно широко и обрезать да не, обрезать нам не придется но тебе еще надо найти откуда-то выкопать ушенька кис-кис-кис-кис ай тише мыши кот на крыше, котята еще выше я уж не знаю, где сейчас наш кот уши, это несъедобная рыба это муляж правда настоящий, только глазки искусственные эта рыбка жрет кораллы она действительно несъедобна ну е-мое растет ребенок на кроватку ну ой на стол нормально приземлилась-то все хорошо? по-моему, сама пешила ну ты попрыгунь, острикоза нет уж, давай-ка лучше птичками занимайся бегает бегает нормально все хорошо ага, и бонифаций туда спел ну, Боня, очень кстати может быть, хоть ты ее немножко отвлечешь сам бонифаций на полках сверху появляется крайне редко все все обещала сейчас выдам обоим Боня, но ты на нее обязан повлиять ну, я надеюсь сейчас все будет ой, чудушка в какой-то момент отвлекаться от шлифовки я обнаружила гуляющих по снегу у меня на участке сорок таскают кости куда подивалась Веська, я не знаю Карька пролегла дома поспать коты продолжают буянить а эти взялись за остатки косточек да, не ожидала, что Веська что-нибудь оставит на улице а может, это Карик решил на завтра сохранить но, увы, не удастся вот, а третья летунья подоспела где-то я слышала, что сороки считаются вторыми по красоте птицами в Европе ну, что ж, это вполне заслуженно ну, на первом наверняка фазаны вообще, давно стремилась сорок поснимать но они настолько проворны, что не всегда это удается ну, что ж хоть немножко нам удалось да, сороки-белобоки сороки-воровки их всё называют что значит воровки? устраняют бесхозяйственность и правильно делают много-много их у нас в округе но действительно папа Шкадр не всякий раз удается этим самым красавицам пуш, это ведь у меня тоже носорог похоже как, собственно, и бонифаций эх, красотульки мои ну, хорошо, хоть без крыльев а то бы ещё больше урона по избе было а, погодка, погодка шепчет однако мне надо продолжать свою шлифовку и заодно предусматривать кое-что за кем может, спать лёжешься карь, гулять пойдёшь там кости таскают вообще, стоило бы этим озаботиться но нет валяться и вместе со мной послушать аудиокнигу, под которой я работаю приятно впрочем, ближе к вечеру посиделки на улице и любование на солнышко постепенно свелись к нулю поскольку натянуло облака но это дало возможность повысить производительность труда шлифовка продолжается всё в полном разгаре и на улицу мне уже совершенно не тянет одевать сафаги, снимая тапочки и брестичь из лужи к своему насиженному местечку уже нет ни малейшего желания процесс идёт но ему, как и пояснилось ещё конца и края не видать а что получится выяснилось лишь завтра коты почивают собаки гуляют а я продолжаю возиться со шкуркой и гравёром да, в избушку сейчас лучше не заходить и не смотреть, что там творится пыль с толбом и всё это ещё предстоит убирать интересно, на чём завершится процесс ну, а до нового сувеля, который до сих пор ещё почивает в мастерской дело дают явно не сегодня однако жаль но что поделаешь посмотрим, что завтра станется утром за чашечкой кофе рассматривала то, что вышло вчера из-под моих шкодливых ручек да, сегодня ещё несколько часов придётся убить на предварительную шлифовку очень много лепестков ну, хотелось сделать блюдчик более объёмным а потому пришлось их столько налепить ладно, справимся но второй сувеля я сегодня точно притащу в избушку и продолжу его колупать уж сегодня отличилась у неё какая-то странная страсть к губкам для мытья посуды возникла и сегодня, когда я отмывала сковородку и вилки она просто вырывала её у меня из-за рук плюхнула лапой в таз с водой что стоял под умывальником и теперь даже не знаю как от неё обороняться в следующий раз Панифаций гордо воссел на пол а за окном уже на своём привычном сугробе занял сторожевой пост Родион Погодка неплохая обещали снег но что-то мне не верится а потому даже, возможно, и без лыж а по настой, если он будет нормально держать отправлюсь с собаками на прогулку в ближайший лесок ну, если будет проваливаться хоть по дороге пройдёмся ну, а затем надо подумать всё-таки о том как обезопасить свои верхние полки о подстегательстве маленькой коварной котейки надеюсь, в моё отсутствие ничего страшного не произойдёт впрочем, посмотрим если в ближайший час погода всё-таки ухудшится и обещанный снег пойдёт конечно, придётся поменять свои планы а, там бедно будет ну, вот надо было на столе сковородку эту оставить, а эта крокодилец моментально в неё забралась теперь можно опять доставать таз и всё перемывать по новой ой совесть загорала шлынами тут лапами по полу повсюду лазим а потом изображаем у себя фермное блюдо да, пульхерь Гиппократовна говорят, вы не любите кошек вы просто не умеете их готовить ну уж нет я от подобного деликатеса бы воздержалась ну вот мы около опушки уходить пришлось в ускоренном темпе даже не уходить удирать вскоренько всё переделать да и то не до конца первая причина тому это кнопка я очень опасала, что она в последний момент появится и обломится наша прогулочка поскольку я с ним никуда уходить далеко не решаюсь маленькая собачонка мало ли что случится ну а вторая пригреет солнышко оно пробивается сквозь тучи это очень радует и нас перестанет держать что до беговых лыж ну надо бы их конечно достать в ближайшие дни как только возможность будет покататься но идти в лыжных ботинках вверх по скользкой дороге они ведь совершенно гладкие это рискованно одевать сверху шипы потом их всю дорогу таскать с собой тоже как-то не то поэтому сегодня прогулка по насту пёшим ходом что ж посмотрим сколько будет снег держать и как далеко удастся сегодня пройтись ну для кари это сегодня раздолие прошлый раз когда я на охотничку сюда пошла она бедняга просто ползла по снегу и явно не получала от прогулки никакого удовольствия зато сегодня всем раздолие путь к ручью бобров лежит через заросли подросшей осинки и вника и тут всё покрыто следами копытных уже подтаявшими застарелыми обычно косули лось и оленя лакомятся молодыми побегами сверх следов пока не было видно ну погуляем посмотрим погодка замечательная лёгкий ветерок качает верхушки ереев снег иногда проваливается надеюсь что на какое-то расстояние я сегодня проберусь как обратно возвращаться ну это уже вопрос некоторого отдалённого будущего веська через каждые несколько метров падает на спинку и начинает исполнять брейк-данс не забывая при этом обнюхивать следы ну вот мы и около русла откуда начинается ручей даже не отсюда а несколько дальше но там ещё совсем тоненькая канавка от бобрами была прорыта её было заметно лишь когда снега не было но сейчас тут всё ещё покрыто слоем достаточно толстым что я испытала проваливаясь под корку снега которая уже меня недостаточно выдерживает ладно надо передвигаться по более открытым местам где нас куда крепче и попытаться продвинуться подальше к большим заводям но для этого надо перейти через ручеёк попробуем вот мы и в бобровом царстве по счастью набрела на след оставленный снегоходом и по нему относительно без проблем добралась сюда тянется от ручья тропинка испачканная лапками бобров и здесь уже вовсю журчит водичка да судя по всему бобры время даром не теряли ну вот это берёза сгрызну уже давно судя по цвету среза зубками всё-таки надо возвращаться на путь истинный кстати эту тропинку облюбовали также и капутные передвигаться по ним куда удобнее всё в следах неудивительно что здесь лесники а может и охотники проезжали вот нечто свеженькое странно такое ощущение что чистокол кто-то соорудил ну-ка ну-ка удивительно я не помню чтобы на этом берегу берёзки росли на таком расстоянии но это можно будет выяснить тогда как как только всё оттает ну а вот это явно совсем свежая работа надо сюда нику с большим мешком направить и как раз таки опилочки лиственных деревьев нужны для того чтобы мульчировать почву впрочем и я из мастерской снабжаю достаточно часто ух ты это ж надо на какие мелкие составляющие будет отгрызана вот эта берёзка да филигранная работа ну чисто я с тамеской впрочем бобров наверное лучше получается какие же зубки надо иметь чтобы вот так вот всё красивенько обрубить надо же и судя по всему они проходят так же дальше и тащат спиленные острыми зубами фрагменты осинок ольхи и всё это тащится под воду ну вот пожалуйста аквапарк само бы туда не поскользнуться и не съехать ледок еле-еле затянул по лынью и явно тут каждую ночь кипит работа ах деятели что же тут будет во время половодия непременно надо будет заглянуть прошла чуть дальше обнаружила в воде целый склад стройматериалов полуобглоданные стволики которые явно пошли уже в пищу а в дальнейшем станут составляющей плотины для укрепления их применят или для того чтобы новую воздвигнуть и вот тут бобры явно трудились тащили все это волоком сплавляя в воду а вот и вдалеке свеже надгрызанная березка да не ленится не ленится ну что ж лесочек тут вырос густой вероятно в целях дизайна они его каким-то образом прореживают и дальше судя по всему такие же бурные работы ведутся что ж пройтись еще немного а тут водоемы еще не оттаяли красиво смотрится лед настоящий каток и вот тут насколько я помню громадная плотина а вон тот бугорок около самого берега это занесенная снегом бобровая хатка но туда я точно не полезу потому что все вот эти вот симпатичные холмики выемки скрывают под собой запасные хады куда совершенно спокойно можно провалиться а рисковать мне совершенно не хочется ладно скоро уже начнет припекать солнце вместо обещанного снегопада сегодня великолепная погода и надо к сожалению возвращаться да дорожка достаточно дальняя но надеюсь что снег не будет подо мной проваливаться возвращаясь домой на одевратном пути решила срезать через ивняк и обнаружила тут огромное количество следов это давние кто-то проваливался глубокий снег а вот тут повсюду похожие на птичьи следы косули уже после того как образовался достаточно крепкий наст и их здесь видимо невидимо такое ощущение что целое стадо паслось ну еще бы полакомиться молодыми побегами ивы нет здорово сделали что отправились прогуляться ветерок неприятный стал подниматься но зато какое небо иногда проглядывает солнышко однако дома ждет бонифаций шалит пушенция и надо возвращаться а вот нечто любопытное наверняка копалось леса и все-таки достигло того уровня на котором располагалось мышкино гнездо да обычно из такой мягкой травки строят свои домики кому-то не повезло а у кого-то обед случился да радик лисы они мышеловые щуки вы по сравнению с ними вместе с вещкой всего лишь дилетанты и вот вдалеке показали с елочки на окраине деревни уже почти дома да прекрасной была прогулка жаль что не особо продолжительная ну что ж здоровья всем удачи приятных моментов жизни и хорошей погоды увидимся вновь удача 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 удача